Беседа 54, стр. 352 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8, 31-32 Великое нам нужно терпение, возлюбленное. А терпение бывает тогда, когда в нас глубоко укоренены догматы. Подлинно, как дуб, глубоко пустивший свои корни в недра земли и тщательно обвязанный, не может быть исторгнут никаким порывом ветра. Так точно и душу, пригвожденную страхом Божиим, никто не в состоянии будет не спровернуть, потому что пригвождение еще сильнее укоренения. Об этом-то и пророк молится, говоря, «Пригвозди к страху твоему плоть мою» Псалом 118-120 Так и ты. «Пригвозди себя и прикрепи как бы гвоздем глубоко вонзенным». Как с трудом можно овладеть человеком пригвожденным, так, напротив, легко взять и нетрудно не спровернуть непригвожденного. Вот это и случилось в то время с иудеями. Они и слушали, и уверовали, и опять совратились. Поэтому-то Христос, желая углубить в них веру, так, чтобы она не была поверхностною, пронзает душу их словами самыми разительными. Конечно, им как верующим, естественно, было бы и обличение перенести, но они тотчас вознегодовали. Как же Христос в этом случае поступает? Сначала увещевает. «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как бы так, говорит. «Я намерен нанести вам глубокую рану, но вы не бойтесь». Впрочем, этим же самым он уже смирил и гордость их души. От чего, скажи мне, освободись? От грехов. Что же эти гордецы? Ему отвечали, мы семя Авраамова. «И не были рабами никому, никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными». Стих 33. Тотчас не спала мысль их, а это произошло от того, что они были крайне пристрастны к предметам мирским. «Если пребудете в слове моем». Этим он показал, что он знает тайны их сердца, знает, что они хотя и уверовали, но не были твердыми в вере. При этом он обещает им нечто великое, именно, что они будут его учениками. Так как некоторые прежде отпали от него, то намекая на них, он говорит, «Если пребудете». Ведь и те слушали и уверовали, но отпали, потому что не были твердыми в вере. В самом деле, многие из учеников его отступили и не ходили с ним. 6.66. «Уразумейте истину, то есть меня, потому что я есть истина». 14.6. «Все иудейское было образом, а истину вы узнаете от меня, и она освободит вас от грехов». Как тем он говорил, «Во грехах ваших умрете». Так Этим сказал, «Свободны будете». Не сказал, я избавлю вас от рабства, но представил им самим уразуметь это. Что же они? Мы семя Авраамова, и никогда никому не были рабами. Но если уж следовало негодовать, то справедливее было бы на то, что он сказал прежде, именно, «Уразумейте истину», и сказать, «Что же? Разве теперь мы не знаем истины?» «Значит, закон и наше знание – ложь, но они ни о чем этом не заботились, а беспокоятся о мирских делах, предполагая этого рода рабство. Есть подлинно, есть и теперь много таких, которые стыдятся вещей безразличных этого рабства, но не стыдятся рабства греховного. И лучше хотели бы тысячу раз назваться рабами в этом отношении, нежели однажды в том. Таковы-то были и иудеи. Они и не знали другого рабства, потому и говорят, «Ты назвал нас рабами людей, происшедших от рода Авраамова, людей благородных, которых по этой причине не следовало называть рабами. Мы, говорят, никогда не были рабами». Вот чем тщеславятся иудеи. Мы семья Авраамова, мы израильтяне, о своих делах никогда не упоминают. Поэтому Иоанн взывал к ним, говоря, «И не думайте говорить себе, что отец у вас Авраам», Масея 3.9. Но почему Христос не обличил их? Ведь они много раз бывали в рабстве и у египтиан, и у вавилонян, и у многих других. Потому что он говорил не для состязания с ними, но для их спасения и пользы. И вот о чем он заботился. Он мог бы, конечно, сказать о четырехстах лет рабства, мог бы сказать о семидесяти, мог бы сказать о рабстве во время судей, иногда в продолжении двадцати лет, иногда двух, иногда семи, мог бы сказать, что они никогда не переставали быть рабами. Но он старался доказать не то, что они были рабами людей, но что они рабы греха. А это рабство и самое тяжкое, от него может избавить один только Бог, потому что никто другой не может отпускать грехов, что они и сами признавали. И так как они признавали это делом Божиим, то он и приводит их к этому, и говорит, «Всякий творящий грех есть раб греха», показывая, что он говорит об этой свободе, о свободе, от этого именно рабства. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно», стих 35, и здесь он незаметно не спровергает постановление закона, указывая на прежние времена, чтобы они не ссылались на закон и не говорили, «Мы имеем жертвы, предписанные Моисеем, они могут нас освободить». Для этого он присовокупил те слова. Иначе, какую последовательность имели бы слова его? «Все согрешили лишены славы Божией, чтобы по благодати даром получить оправдание» Римлянам 3.23, даже сами священники. Поэтому и Павел говорит о священнике, что он, евреям, 5 глава, 2-3 стих, «могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Вот это и выражается словами «раб не пребывает в доме». А сверх того, здесь Христос показывает и равночестность свою с Отцом, и различия между свободным и рабом. Приточное изречение имеет именно этот смысл, то есть, что «раб не имеет власти», что и означает со словом «не пребывает». 354. Но для чего он, говоря о грехах, упомянул о доме? Чтобы показать, что как хозяин над домом, так он властвует над всем. Выражение «не пребывает» значит «не имеет власти раздавать даров, так как он не домовладыка, а сын домовладыка». Это и означает слова «пребывает вечно». По-переносному от вещей человеческих выражению. Чтобы не сказали «ты кто?», он как бы так говорит «все мое, потому что я сын и пребываю в доме Отца», называя домом «власть». Так он и в другом месте называет начальство домом Отца. В доме Отца моего обителей много. Так как речь шла о свободе и радстве, то он справедливо употребил такое переносное выражение, говоря, что они не имели власти отпускать грехи. «Если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Стих 36. «Видишь ли единосущие вас отцом?» Так он показывает, что имеет одинаковую с ним власть. «Если сын вас освободит, то уже никто не станет этому противоречить, и вы будете иметь верную свободу, потому что кого Бог оправдал, кто осуждает его?» Рим. 8.34. Этим он показывает, что он свободен от греха и вместе намекает на свободу только по имени. Последнюю дают и люди, но первую один Бог. А через это он убеждает их стыдиться не того рабства, но рабства греховного. И чтобы показать, что они хотя бы и не были рабами, так как отвергли от себя то рабство, тем не менее рабы. Он тот всех превосокупил. «Воистину свободны будете». А этим присовокуплением он и показывает, что их свобода не истинная. Потом, чтобы они не сказали, что не имеют греха, а можно было думать, что они и это скажут. Смотри, как он подверг их обвинению в нем. Не обличая всей их жизни, он выставляет на вид то злодеяние, которое они только еще хотели совершить, и говорит, «Знаешь, что вы семья Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Ис. 37. Незаметно и мало-помалу отстраняет их от этого родства, научая не превозноситься им, потому что как свобода и рабство, так и родство зависят от дел. И не сказал он тотчас, «Вы не дети Авраама, вы человекоубийцы, а он праведник». Но пока еще соглашается с ними и говорит, «Знаю, что вы семья Авраамова, но не в этом дело». А потом произносит против них более сильное обличение. И весьма часто можно видеть, что он, намереваясь совершить что-нибудь великое, после совершения говорит с большим дерзновением, так как свидетельство от дел заграждало им уста. «Но ищите меня убить!» Что же скажут, если справедливо? Напротив, совсем не справедливо. Поэтому он представляет и причину, «Ибо слово мое не вмещается в вас». Как же было сказано, что они уверовали? Но я уже сказал, что они опять отложились. Поэтому-то он сильно и обличает их. Если вы тщеславитесь родством с ним, то вам надо бы выказывать и жизнь его. И не сказал он, «Вы не вмещаете слово, но слово мое не вмещается в вас», показывая тем высоту своих догматов. А за это не убивать следовало. Напротив, еще более почитать и уважать, чтобы научиться. Что ж, могли сказать, «Может быть, ты от себя это говоришь?» Поэтому он превысокупил. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делайте то, что видели у отца вашего». Стих 38. «Как я, говорит, и словами, и истинно являя отца, так и вы своими делами. Я имею не только одно и то же существо с отцом, но и одну и ту же истину». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». 39.40. Часто он говорит здесь об их преступном намерении и упоминает об Аврааме. И это для того, чтобы и отклонить их от этого родства, и уничтожить излишнее их тщеславие, и убедить полагать надежду спасения уже не на Авраама, и не на родство по естеству, но на родство по душевному расположению. То именно и служило для них препятствием приступить ко Христу, что они почитали это родство достаточным для своего спасения. Ну а какой говорит он истине? О той, что он равен Отцу. Действительно, за это иудеи искали убить его. Как он и говорит, «Ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Отца моего». Чтобы показать, что это не противно Отцу, он опять прибегает к нему. «Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему. «Мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем, Бога». Стих 41. Что вы говорите? Вы имеете Отцом Бога и обвиняете Христа, когда Он говорит это? Видишь ли, что Он называл Бога Отцом Своим в особенном смысле? 356. «Так как Он отстранил их от родства с Авраамом, то они, не имея ничего сказать против этого, отваживаются на нечто еще большее, прибегают к Богу. Но Он лишает их и этой чести. Говоря, Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ишел и пришел. Ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец и Отец лжи». Стих 42-44. Он отстранил их от родства с Авраамом, но так как они отважились на большее, то Он уже наносит ему дар, говоря, что они не только не чадо Авраама, но что они сыны дьявола. Через это Он нанес им рану, равную их бесстыдству. И это не оставляет без свидетельства, но подтверждает доказательствами, потому что убивать, говорит, свойственно злобе дьявола. И не сказал просто дела, но похоти его творить, и показывая, что как он, дьявол, так и они крайне склонны к убийствам, и что причина этого – зависть. В самом деле, дьявол погубил Адама не потому, чтобы мог обвинить его в чем-нибудь, но по одной только зависти. Вот на это Христос и здесь указывает. И нет в нем истины, то есть в доброй жизни не устоял. Так как иудеи постоянно осуждали его, что он не от Бога, то он говорит, что и это обвинение происходит оттуда же, от дьявола, потому что он первый породил ложь, сказав, «В день, в который вкусишь в него, откроются очи ваши». Бытие 3.5 Он же первый воспользовался ею. Люди пользуются ею не как своей, но как чужою, а он как своею. А как я истину говорю, то не верите мне. Стих 45 Какая последовательность в этих словах? «Ни в чем не обвинив меня, вы хотите убить меня. Вы преследуете меня, потому что вы враги истины. Если же не потому, то скажите, вину мою». Поэтому и присовокупил. Кто из вас облечит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иудеи еще говорили, «Мы не от любодеяния». Хотя многие из них были рождены и от любодеяния, потому что у них были незаконные браки, однако же он не обличает их в этом, а продолжает говорить о прежнем, доказав всем вышесказанным, что они не от Бога, а от дьявола, потому что и убивать из дела дьявольское, и лгать из дела дьявольское, а вы делаете и то, и другое. Теперь показывает, что любовь есть признак происхождения от Бога. «Почему вы не понимаете речи моей?» Так как они всегда с недоумением спрашивали, «Что это он говорит?» «Куда я иду?» «Вы не можете прийти». Стих 22. То он отвечает, «Вы не разумеете беседы мои, потому что не вмещаете в себе слово Божие. А это происходит с вами от того, что ваши помышления пресмыкаются по земле, между тем, как слова мои гораздо выше». Что ж, если они действительно не могли разуметь, но здесь слово «не можете» значит «не хотите», потому что вы приучили себя пресмыкаться долу и ни о чем великом не помышляете. А так как они говорили, что преследует его по ревности, будто бы к Богу, то он всюду старается показать, что преследовать его значит ненавидеть Бога. Напротив, говорит, любить его значит знать Бога. «Единого Отца имеем Бога», вот чем хвалятся, честью, а не делами. Итак, что вы не веруете, это доказывает не то, будто я чужд Богу. Напротив, неверование ваше служит знаком того, что вы не знаете Бога. Причина же этому та, что вы не хотите лгать и творить дела дьявольские, а это происходит от бедности души, как говорит апостол. Если у вас есть зависть, разногласия, споры, то не плотские ли вы в 1 Коринчан 3.3? Почему вы не можете? Потому что похоти Отца вашего хотите исполнять. Об этом стараетесь, ревнуете. Видишь ли, что слово «не можете» означает «нехотение». Авраам этого не делал. Какие же дела его? Кротость, снисходительность, послушание, а вы поступаете напротив. Вы непокорны и жестоки. Но откуда им пришло на мысль прибегнуть к Богу? Христос показал, что они недостойны Авраама. Вот, чтобы избежать этого, они и прибегли к большему. Так как он укорил их в убийстве, то и они этим говорят. Так как бы в некотором оправдании себе, что они мстят за Бога. Но Христос показывает, что и это самое служит признаком противников Божиих. Выражение «вышли» означает, что он от Бога. Говорит, «пришел», указывая на свое пришествие к нам. А так как можно было ожидать, что они скажут, «ты говори что-то странное и новое», то он и прибавляет, что «пришел от Бога». Поэтому говорит естественно, что вы не слушаете моих слов, так как вы от дьявола. «В самом деле, за что вы хотите убить меня? В чем можете обвинить меня? Если же не в чем, то почему не верите мне?» Доказав таким образом из их лживости и склонности к убийству, что они происходят от дьявола. Он вместе показал и то, что они чужда Аврааму и Богу, так как с одной стороны ненавидят человека, который не сделал ничего худого, а с другой не слушает слова его. Так он всюду показывает, что он не противник Божий и что они не по этой причине не веровали в Него, но потому, что были чужды Богу. В самом деле, если не верует тому, кто греха не сотворил, кто говорит, что он пришел от Бога и от Него послан, кто изрекает истину и так изрекает истину, что вызывает всех опровергнуть, то очевидно, что неверующие не веруют в Него, потому что они люди плотские. Он знал, верно знал, что грехи уничтожают душу, потому и сказано, вы не способны слушать, евреям 5.11, подлинно, кто не может презреть вещей земных, тот может ли когда-нибудь любомудрствовать о небесном. Страница 358. «Потому умоляю, будем всячески стараться исправить нашу жизнь, очистить нашу душу, чтобы ничто нечистое не служило для нас препятствием. Засветите в себе свет знания и не бросайте семян в перни. Кто не знает, что любостижание – порог, как узнает что-нибудь большее? Кто не отвращается от этого земного, тот как вас желает того небесного. Хорошо восхищать, но только не гибнущие вещи, а царство небесное. Употребляющие усилия с Хазана восхищают его» Матфей 11.12. Следовательно, не леностью можно достигнуть его, но старанием. Что же значит прилагающее усилие? Потребно большое усердие, потому что путь тесен, нужна душа юношеская и бодрая. Восхищающие хотят всех предварить, не смотрят ни на что, ни на порицание, ни на осуждение, ни на наказание. Думают лишь об одном, как бы овладеть тем, что хотят восхитить и предупреждать всех находящихся впереди. Станем же мы восхищать царство небесное. Это восхищение не грешно, а похвально. Грех здесь не восхищать. Здесь наше богатство не причиняет ущерба другим. Постараемся же восхитить, и если нас удручает гнев, если тревожит вожделение, то победим природу, соделаемся кротким, потрудимся немного, чтобы навсегда успокоиться. Не похищай золото, но похищай богатство, при котором золото представляется грязью. Скажи мне, если бы пред тобой лежали свинец и золото, что бы ты похитил? Не очевидно ли, что золото? И так, в том случае, когда похищающего наказывают, ты предпочитаешь весь лучшую. Уже ли же тогда, когда похищающий заслуживает честь, ты не отдашь предпочтение лучшему? Ведь не избрал ли бы ты из двух вещей предпочтительно эту, лучшую, если бы за похищение то и другое было наказание? Но здесь нет ничего такого, а напротив, здесь блаженство. Как же можно, спросишь, похитить царство небесное? Брось то, что у тебя в руках. Пока будешь держать это, не можешь похитить того. Представь мне человек, у которого руки наполнены серебром. В состоянии ли он будет похитить золото, пока держит серебро? А не бросит его и не сделается свободным? Похищающий не должен быть ничем связан, чтобы не быть задержанным. Ведь и ныне есть враждебные силы, которые нападают на нас и стараются отнять у нас царство небесное. Будем же убегать от них. Будем убегать, не оставляя за собой ничего, за что бы они могли ухватиться. Пресечем нити, обнажим себя от предметов житейских. Какая вам нужда в шелковых одеждах? Да коли будем укутываться в эти смешные одеяния? Да коли будем зарывать в землю золото? Я желал бы перестать всякий раз говорить об этом, но вы не позволяете, подавая всегда к тому повод и побуждение. Теперь, по крайней мере, оставим это, чтобы и других, научив своей жизнью, получить обетованное благо по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok